Православные верующие отметили один из самых почитаемых церковных праздников – Крещение Господне. Согласно Евангелию, когда Иисус Христос крестился в Виордане, на Него сошел Святой Дух в виде голубя, поэтому праздник еще называют Богоявлением. Само же 19 января многие верующие интерпретируют по-разному. Кто-то окунается в купель, а кто-то идет в храм за водой. Эта вода, которую верующие берут домой, которую хранят в течение всего года, она обладает такими особенными свойствами. Эта вода не портится, эту воду пьет человек, когда болен. Ее вообще употребляют каждый день, потому что это такая большая святыня. Эта вода еще по-другому называется Великая Агиасма, то есть Великая Святыня. Кто не осмелился окунуться в купель, пришел в этот день за святым напитком. Тысячи прихожан выстроились в живую цепочку, чтобы унести с собой частичку символа праздника. Она дома нужна, дома светить, если не дай бог, кто заболел, тоже помогает. Конечно, исцеляет. А как же? Сегодня праздник большой. Во всем помогает, исцеляет и вообще надо ее всегда пить. К купелям же в этот день шли сотни верующих, семьями, парами, в одиночку и с детьми. Все они верят, окунувшись в Йордань, обретут душевную чистоту. В этом году, если подходить с практической стороны, крещение получилось комфортным. Без свирепых морозов и льда. Такой мягкий минус только подтолкнул к обряду даже те, кто раньше не мог решиться. Но погода не самое главное в такие дни. Куда важнее ощущения и эмоции после ритуала. А они, как оказалось, намного горячее, чем вода в проруби. Отличная вода. Вообще, я первый раз. За три года все собирался, никак. И вот первый раз. Вообще класс. Всех православных, хрященных, с праздником. Ощущения великолепны. Отлично! Просто супер. Отлично. Первый раз вообще круто. Больше тысячи смельчаков в 2020-м победили себя и окунулись в купель. Эта традиция, конечно, хорошая, но куда важнее прийти в этот день в храм, отмечают священнослужители. Впрочем, каких-либо ЧП во время крещенских купаний зафиксировано не было. Заболеть в этот день не боялись и верующие, ведь они точно знают. Главное – это не окунуться, а покаяться, стать чище не только телом, но и душой. Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.